Всем привет, меня зовут Саша, я из команды VK Cloud и сегодня мы поговорим о том, как пересобрать наше большое облако под ARM-архитектуру и поделимся опытом, какие мы проблемы при этом получили. Пару слов о себе добавлю, я поработал по обе стороны облака и в качестве, сейчас вот работаю в команде разработки, до этого работал в качестве клиента облака и в целом как бы имею работу с облаком, опыт работы. В команде VK Cloud я с 21 года также хочу о себе добавить, что я очень люблю рутину, люблю все автоматизировать, всякие скрипты писать и считаю, что DevOps это не должность, хотя как раз таки у меня сейчас должность называется DevOps Engineer. DevOps это все-таки философия и с этой философией нужно подходить к решению каждой задачи. И пару слов о нашей команде. Команда называется Development Automation, мы занимаемся как раз таки как следует из названия автоматизация разработки. Мы лечим различные боли нашей огромной команды разработчиков, они к нам приходят, мы анализируем эти задачи, пытаемся каким-то образом ускорить, чтобы быстрее наши клиенты получали новые фичи. Вот мы не занимаемся эксплуатацией, то есть мы работаем непосредственно в команде разработки. Ну естественно мы там саппортим какие-то свои деф-окружения, различные тузы, вот примерно такая специфика. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим про отличие ARM-архитектуры от x86, как собирать под ARM-архитектуру, как выстраивать пайплайн для поддержки нескольких платформ одновременно, как хранить эти пакеты, где их хранить. И естественно поделюсь нашим опытом, что именно мы для себя выяснили, и если вы вдруг поставите перед собой такую амбициозную цель, то вы тоже должны об этом знать. На самом деле за последние десятилетия мы все уже сильно привыкли к тому, что вот у нас как-то рынок и IT-индустрия, она в части архитектуры процессоров сильно устоялась, то есть у нас есть x86-я архитектура, она у нас используется в серверном сегменте, в основном доминирует и на десктопах наших домашних. Вот, также у нас есть ARM, и если вот каждого спросить ARM, первое, что в голову приходит, это какие-то мобильные устройства, планшеты, вот что-то из этой области. Вот, но на самом деле в последние несколько лет ситуация начала кардинально меняться. Вот, на слайде представлена хронология, то есть в семнадцатом году, вот например, Windows 10 вышел, и они уже начали, сделали анонс, что они будут теперь в винду еще и подаром собирать. Вот, в восемнадцатом году, все вы знаете, наверное, компанию Amazon большая, которая облачные услуги предоставляет, она на у себя в инфраструктуре тоже для клиентов начала предоставлять свои процессора на как раз таки ARM платформе, называются они Amazon Graviton, сейчас уже третье поколение этих процессоров доступно, и по заявлениям самой компании они около сорока процентов затрат своих за счет этих процессоров экономят. Вот, в двадцатом году, тоже, наверное, многие из вас знают, у нас Apple анонсировал свои процессора, называются они Apple M1, сейчас уже, по-моему, M2 есть, да, вот, то есть у нас теперь ARM теперь и в наших макбуках появился, и Apple теперь переводит все свои устройства на эти процессора. Вот, остальные облака, они тоже начали подтягиваться в двадцать втором году и в Google облаке появились, и в Oracle, и в Azure, и в остальных, в китайских облаках они тоже там свои процессора начинают на ARM-архитектуре внедрять активно. Вот, почему это происходит? Давайте сравним, в чем отличие ARM от x86 архитектуры. Не с точки зрения технической, а с точки зрения вообще профита для бизнеса. Вот, во-первых, у ARM выше производительность при тех же затратах. То есть здесь учитывается специфика того, что в силу того, что x86 архитектура, она появилась очень давно, и она на CISC платформы используется. То есть там расширенный набор команд, который сейчас практически не нужен. У нас современные компиляторы, они компилируют универсальный код, который работает под любой платформой, вот, и этот набор команд, который придумывался еще несколько десятилетий назад, он практически не нужен стал. Энергопотребление. У ARM процессоров, у них ниже энергопотребление за счет того, что выше плотность, и как раз таки снижение энергопотребления приводит к тому, что мы экономим на своих затратах. То есть третий пункт – это цена. Цена здесь складывается из нескольких факторов. Во-первых, как раз таки энергопотребление ниже, соответственно, затраты ниже. И следующий пункт – это из-за лицензирования также цена спадает. То есть в x86 у нас есть два основных вендора. Это Intel и AMD, которые в основном производят все процессора. В ARM там немного другая ситуация. У нас есть компания ARM, это английская компания. Вот, они как раз таки владеют патентом только на саму платформу ARM. А выпускать, в принципе, может любая компания. То есть если у вас есть свои мощности, вы, в принципе, можете у компании ARM купить лицензию и самим производить свои процессора на их архитектуре. Мы тоже стараемся смотреть на западные облака, перенимать их опыт и идти в ногу со временем. То есть мы делаем такие эксперименты. Экспериментируем с различными архитектурами. И как раз таки вот в рамках данного доклада я вам хочу рассказать о том, как мы собрали такой небольшой MVP для того, чтобы проверить вообще гипотезу, будет наше облако работать под ARM или нет. В принципе, ни для кого не секрет. Вот наши клиенты все знают, и мы это не скрываем. Наше облако, оно основано на OpenStack платформе, сильно уже переписанной за многие годы. И там уже куча кастомизации появилась. И в целом уже для того, чтобы проверить новую гипотезу, это нужно достаточно усилий в это вложить. Вот. Поэтому мы не пытались сразу продакшн-решение какое-то создать, а такой MVP небольшой. И основными целями данного MVP было, во-первых, проверить работу нашего облака на ARM-архитектуре. И, во-вторых, адаптировать наши пайплайны все для поддержки нескольких платформ, научить разработчиков пользоваться этими пайплайнами, и в целом процесс упростить. Немного рассмотрим, из чего вообще состоит наше облако. То есть это несколько основных сервисов, таких базовых, из которых уже остальные микросервисы строятся. Вот. И верхняя строка – это тип артефактов, тип пакетов, с помощью которых данные технологии работают и распространяются. Вот. И сегодня мы рассмотрим в основном это докер-образы, то есть контейнеры и RPM-пакеты. Потому что у нас вот используется железо, мы на железо это в основном с помощью RPM-пакетов деплоиваемся. Также для понимания контекста мы используем Nexus для хранения пакетов. У нас есть большая инсталляция Nexus. GitLab CI для автоматизации и хранения вообще нашего кода. И Kanika мы используем для сборки докер-образов. И исторически так сложилось, что CentOS 7 у нас все еще является базовой операционной системой во многих сервисах. И вот это такой контекст, который необходим для понимания того, что я буду рассказывать дальше. Давайте также немного погрузимся в мат-часть касательно ARM-архитектуры для того, чтобы понимать, как это работает. Как я и говорил, ARM – это семейство процессоров, которые разрабатываются компанией ARM. Они предоставляют лицензии другим компаниям, а сами не занимаются выпуском конечных процессоров. Как же собрать под ARM-архитектуру, если у вас есть код, и как его превратить в конкретный бинарник, который будет работать на ARM-архитектуре? Для этого у нас есть два вида компиляции. То есть если ваш язык компилируемый, допустим, GOSH или C. Во-первых, это кросс-компиляция. Когда у вас нет собственного железа на ARM-архитектуре, вы берете кросс-компилятор. В современных языках уже практически в каждом языке есть возможность компилировать ваш код под другую платформу, которая в данный момент не используется. Ну и, конечно же, нативная компиляция – это когда вы на той платформе, на которой собираете код, на ней же вы будете запускать его. Схематически кросс-компиляция выглядит примерно так. То есть у вас есть исходный код, библиотеки какие-то, вы запускаете кросс-компилятор. С помощью специальной трансляции это компилируется по другую платформу, и вы потом уже переносите этот бинарник на нужную платформу, и там его запускаете и используете. Например, с помощью команды файлов можно проверить любой файлик, что это за файл, под какую платформу он предназначен, получить его короткое описание, под какую операционную систему он скомпилирован. Также, если вы используете нативную компиляцию, у вас также есть два варианта. Это либо использовать эмуляцию, то есть вы с помощью такого метода сэмулируете вашу аппаратную архитектуру, либо вы используете оригинальное железо, то есть у вас непосредственно процессор на ARM-архитектуре, и вы на нем собираете. Первый способ – за счет эмуляции происходит большая задержка из-за того, что приходится из одной архитектуры в другую эмулировать. Во втором случае у вас используется аппаратное ускорение, и вы, соответственно, получаете все мощности. Какие мы выводы из этого блока можем для себя сделать? ARM нужно помнить, что это отдельная архитектура, она несовместима с x86, и к этому нужно быть морально готовым. То есть если у вас есть код, это не значит, что вы взяли его, перенесли, и он у вас запустился. Его нужно соответствующим образом подготовить, иметь оборудование, и, соответственно, какую-то работу проделать для этого. Для сборки вам потребуется какая-то инфраструктура. Это, соответственно, либо вы ее в облаке поднимете в каком-то, либо на своих виртуальных мощностях будете это использовать и эмулировать платформу, либо вы возьмете готовое железо и будете уже собирать на нем. Ну и также типы компиляции, их нужно понимать, в чем их отличие между собой, для того, чтобы не запутаться во всех этих дальнейших терминах. Теперь перейдем к реализации непосредственно, с чем мы столкнулись, и вот прям по этапам рассмотрим, как мы решали эту задачу. Сразу поясню, этим занималось несколько человек в течение где-то, наверное, двух-трех месяцев для того, чтобы проверить вообще эту гипотезу и собрать все это наше облако. Первое, какую задачу нам нужно было решить, это на чем собирать. И поскольку у нас используется GitLab для хранения и всей автоматизации пайплайнов, нам нужен был GitLab Runner соответствующий, на котором мы это будем собирать. Наверное, все здесь понимают, что в GitLab, это GitLab Runners, на них производится сборка кода. В целом, как бы, open source софт, он весь готов под ARM64. Вы можете взять готовые пакеты, поставить их на свое железо или на виртуалку какую-то и использовать. Тут ничего своего изобретать не нужно. Сообщество за нас уже все эти проблемы решило. Вы можете брать и использовать как есть. Первый вариант, который мы попробовали, это использовать QEMU эмуляцию. То есть у нас есть внутреннее облако, мы в нем подняли виртуалку. У нас включена вложенная виртуализация. Мы там еще подняли QEMU и подняли еще одну виртуалку, такую, как матрешка встроенная. И уже внутри этой виртуалки, то есть она получилась на ARM-архитектуре, а железо было x86. Внутри этой виртуалки мы поставили GitLab Runner, Docker. И в целом, как бы, оно как-то работалось, вертелось, код собирался. Но это были такие дикие оверхеды, потому что происходит эмуляция, потом еще виртуализация. И там, чтобы один докер-образ какой-то собрать, нужно было от 30 минут до нескольких часов уходило. Следующий вариант, который мы попробовали, это докер в связке с QEMU. И вот такой модуль ядра называется BIN-FMT. Это такой специальный модуль ядра Linux, с помощью которого мы можем автоматически на основе типа файла определять, под какую архитектуру он предназначен. И наша операционная система либо отправляет на наш процессор, если эта платформа соответствует нашей, либо отправляет в эмулятор и делает за нас это автоматически. Тут мы, опять же, не можем уйти от эмуляции. Мы ее точно так же делаем, просто убираем один слой виртуализации. То есть оверхед у нас остается, пусть он там немного меньше, но в целом пользоваться этим уже можно. И если вам нужно просто пересобрать свой пакет, если, допустим, он там на гошке написан или докер-файл какой-то собрать, вы в целом можете уже этим способом пользоваться. Но нам он не подошел в силу больших объемов, то есть нам нужно было кучу кода пересобирать, пересобирать это регулярно делать, и поэтому никакая виртуализация, никакая эмуляция нам не помогала. И мы в итоге перешли к третьему варианту, это использование нативного железа. Мы нашли специальный сервер, который был на ARM-платформе, подготовили его, заинсталили, поставили туда GitLab Runner, и с этого момента у нас просто работа понеслась, потому что нам не нужно было несколько часов ждать для того, чтобы проверить что-то. Но тут также могут быть проблемы. Если у вас большая инфраструктура, и у вас там куча автоматизации используется, для нас это релевантно, если у вас эта инфраструктура автоматически наливается, то у вас, скорее всего, под ARM ничего не адаптировано. У вас все под x86 архитектуру заточено, всякие тузы, автоматизация, и, соответственно, данный сервер придется вручную настраивать. И вот мы как раз все это настроили, заинсталили, поставили в стойку, и с этого момента уже начали работать. Здесь какие выводы? То есть с софтом под ARM, с open-source софтом, с ним заморачиваться не нужно, можно брать и использовать как есть. Лучший вариант для сборки, конечно же, готовое железо использовать, если оно у вас есть, либо вы можете его купить. Либо, если вы хотите быстро проверить свою гипотезу, вы, в принципе, можете использовать эмуляцию и собирать свои пакеты за счет эмуляции. Теперь перейдем к сборке RPM. То есть, как я и говорил, для диплоина железа у нас используются RPM-пакеты, и их тоже соответствующим образом нужно собирать. RPM у нас что такое? Это пакеты под операционные системы RedHat от компании RedHat, то есть Rheal-типа. Внутри этих RPM-пакетов может находиться бинарники наши, исполняемые файлы, конфигурационные файлы, документация какая-то. Ну, в принципе, все, что разработчик захочет туда заложить. В нейминге RPM-пакетов указывается имя самого пакета, его версия и обязательно архитектура. На основе этой архитектуры наш пакетный менеджер определяет, вообще подходит ему данный пакет или нет. Для того, чтобы собрать RPM-пакет, вам нужен такой файлик RPM-спек. То есть это файл, в котором описывается, как собрать ваш пакет, и потом вы запускаете такую команду RPM-билд, ее можно в CI встроить свой, и вы в результате получаете RPM-пакет, который уже можно сложить в репозиторий и на своих серверах уже задеплоить. Тут вот приведен небольшой скриншот RPM-файла, его заголовка. Здесь нас интересуют два поля. Requires – это зависимости данного пакета, и его архитектура, то есть поле BuildArch. Если в поле архитектура захардкожена архитектура данного пакета, то он предназначен только для данной платформы. Поэтому, чтобы сделать пакет мультиплатформенным, вам нужно либо от этого поля избавиться, то есть не указывать его вообще в RPM-спеке, либо сделать его no-arch, то есть чтобы он был универсальным. Также второй пункт – вы можете в RPM-спеке использовать специальные макросы. То есть вы можете некоторую логику делать, если у вас, допустим, отличаются команды для сборки пакета под разные платформы, вы можете эту логику за счет макросов этих обыграть. В примитивном виде GitLab CI выглядит примерно вот так для сборки и деплой RPM-пакетов. То есть у нас есть шаг билда. Есть выгрузка в репозиторий, потом деплой на стейдж и потом деплой на прот. Его можно как-то расширять, добавлять тесты, еще какие-то окружения делать. Но в примитивном виде плюс-минус так же будет выглядеть. А в случае, если вы используете несколько платформ, то есть ваш GitLab CI файл, практически каждая джаба удваивается. То есть вам нужно одновременно под каждую платформу выполнять все эти действия. Причем делать это на разных раннерах. То есть, допустим, вы хотите собрать пакет под x86 и ARM, у вас должны быть две джабы, которые запускаются на соответствующем железе, на соответствующем раннере. И потом, соответственно, шаги, допустим, Verify. Это у нас используется для тестирования RPM-пакета, что он ставится, все его зависимости они правильно отрабатывают. И самое главное, мы здесь проверяем, что вот эти зависимости, которые мы указали, они тоже пересобраны. С этим могут быть определенные проблемы. Я чуть дальше расскажу об этом. И дальше уже шаги выгрузки в определенный репозиторий. То есть с репозиториями тоже тут есть определенная проблема. Мы как раз с ней и столкнулись. То есть до того, как мы вообще этот эксперимент затеяли, у нас были одноуровневые такие репозитории, то есть там хранились пакеты. И нам в целом неважно было думать об платформе, об архитектуре. То есть все пакеты складывали в один каталог. И потом, когда мы столкнулись с тем, что нужно нам разные пакеты дистрибьютировать, нам пришлось все эти репозитории переделать в многоуровневую. И тут мы сразу уже начали закладывать тип операционной системы, ее версию мажорную. Ну то есть как примерно это выстроено в опен-соурсе. И здесь мы как раз раскладываем наши пакетики по разным каталогам. И затем, когда мы данные репозитории подключаем к конечному серверу, мы можем использовать специальные переменные, которые автоматически подставляются пакетным менеджерам YUM. То есть мы можем использовать версию релиза операционной системы и ее архитектуру. Эти переменные YUM за нас подставит и подтянет те пакеты, которые для него предназначены. И также, с чем мы столкнулись, нужно было на всех серверах это все перенастроить. У нас большая инфраструктура железная. И перенастроить сервера на другие репозитории. И эти репозитории, соответственно, переналить, скопировать, все разложить как нужно. Также вот то, о чем я говорил, это проблемы dependency hell. Когда вы начинаете что-то пересобирать, у вас выясняется, что у вас еще 10 зависимостей есть. Вы их пересобираете и выясняется, что у каждой этой зависимости еще целая пачка и уходите вообще в полные дебри. На скриншоте, это скриншот списка зависимости одного из наших пакетов перловых. Вот он тянет за собой еще пачку перловых пакетов. И выяснилось, что в одном из пакетов разработчики его что-то потеряли в зависимостях. На x86 архитектуре оно работало, а на армии оно перестало почему-то работать. И мы долго это дебажили, по каким-то стэк трейсам выясняли. И в итоге пришли к тому, что были потеряны какие-то зависимости. Их руками выискивали и пересобирали. Уже RPM-спеки переделывали для них. То, о чем здесь нужно помнить, что не всегда разработчики open source софта за нас все предусмотрели. Под разные платформы протестили. Приходится с такими кейсами сталкиваться и самим как-то их решать. Вот. И, соответственно, выводы. То есть, если вы пишете свои RPM-спеки, RPM-пакеты, дистрибьютите, то обязательно сразу делайте, используйте в них макросы, не нужно ничего хардкодить, выносите все в параметры. То, о чем я говорил, цепочки зависимости, они могут меняться у разных платформ. И это нужно учитывать и тестировать обязательно. Если у вас есть свои репозитории, сразу закладывайте их мультиплатформенными, чтобы вам потом не приходилось это все зеркалировать, переносить. Даже если у вас в данный момент используется только одна платформа, и вам не нужно думать о других, лучше на всякий случай заложите это. Вот. Ну и в CI тоже все это хардкодить не нужно. Выносите все на уровень каких-то параметров, чтобы потом было легко расширять. Вот. Ну и следующий большой блок – это сборка докер-образов. Если мы зайдем в документацию докер, ну и вообще, в принципе, любого контейнера рантайм, будь то там докер или что у нас есть, подман, криво и так далее, все они за счет стандартизации, они уже давным-давно поддерживают различные платформы. Вот. Вот это скриншот из документации докер, то есть видно, что он поддерживает множество платформ, и самое главное указано, как мы у себя локально можем собрать докер-образ под другую платформу. Там вот есть специальный такой ключик платформ, и мы можем указать. И в результате у нас получится образ, который предназначен не для нашей платформы, на которой мы собираем, а под другую какую-то платформу. Если мы зайдем в докер-хаб, там, в принципе, мы тоже можем найти образа, которые под другие платформы предназначены. То есть не сводится все к x86 платформе, и они могут быть двух видов. Первый вид, это вот как раз здесь на скриншоте, это когда в имени образа указывается платформа, для которой он предназначен. То есть здесь вот ARM64v8. Вот. Это одноплатформенные образа, они предназначены только для ARM64. Вот. И в целом их можно использовать, но проблема здесь в том, что у них нейминг другой. Вот. И поэтому появились еще образа другого типа, они уже мультиплатформенные. И, соответственно, такие образа, нам не нужно думать уже о том, под какую платформу он заточен. Они поддерживают множество различных платформ. Разработчики за нас об этом позаботились. И мы можем просто брать и использовать, неважно на какой архитектуре мы его запускаем. Вот сейчас у нас появились макбуки на процессорах M1, и мы не задумываясь, там, запускаем докер, и он пулит для нас тот образ, который соответствует нашей платформе. Вот. То же самое на серверах происходит. И, допустим, если у нас есть Kubernetes большой кластер, мы можем в него разные ноды на разной платформе засовывать в зависимости от того, какая нагрузка у нас лучше работает, и делать универсальные такие образа, которые нам не нужно будет в наших манифестах предусматривать, где они запускаются. Вот. Поэтому главный плюс мультиплатформенных образов – это их универсальность как раз-таки, единый нейминг, но их сложнее собирать. Вам нужно специальным образом адаптировать ваш CI, либо там докер-файл каким-то образом адаптировать. Дальше мы как раз это рассмотрим. Как вообще это в механике работает? То есть наш контейнер рантайм, докер, он обращается в регистрии, и оттуда ему приходит ответ в виде такого вот списка манифестов. То есть указано, какие платформы доступны для данного образа. И дальше уже наш контейнер рантайм выбирает, какая платформа ему соответствует, либо мы там явно прописали ключик в командной строке, и делает второй запрос, и получает список слоев этого образа, и уже начинает свой механизм пула этих образов, и пула слоев, и запуска этого образа. Мы всегда можем посмотреть, допустим, если у нас есть такой сложный, допустим, регистри, в котором нет UI, как нам посмотреть, что наш образ, он мультиплатформенный. Это мы можем сделать с помощью консольных команд в том числе. Например, с помощью стандартного докера, там есть такая команда докер-манифест, мы можем ее использовать для того, чтобы посмотреть, она как раз-таки покажет нам вот такой вот джейсончик, ну плюс-минус там отличается, и каждая из этих команд, она примерно то же самое выводит. Две последних команды, они open-соурсные, то есть они не входят в поставку докера, их можно поставить отдельно с гитхаба. Как нам собрать мультиплатформенный образ? Первый пункт, который мы рассмотрим, это использование BuildX. BuildX – это такая надстройка над докером, специальный плагин для него, который можно поставить отдельно. С помощью него появляются у нас такие аргументы, которые передаются в докер-файл, и мы их можем использовать в своем коде. Например, за счет них какую-то логику выстраивать или в урлы подставлять в какие-то специализированные. И в результате после такого билда с помощью BuildX мы получаем уже готовый докер-образ мультиплатформенный, и мы можем ему передать под какие платформы будет собираться образ. То есть нам тут дополнительно ничего изобретать не нужно. Но минусы тут тоже есть. Для того, чтобы BuildX работал, ему нужны такие же требования, как у обычного докера. Ему нужен запущенный демон. Демон запускается в привилегированном режиме. Это не всем подходит. У кого-то есть требования по безопасности. Например, мы как раз-таки из-за этого собираем с помощью канника, чтобы не собирать в привилегированном режиме наши образа. Второй пункт – это использование докер-манифеста. Это тоже специальное расширение для докера, которое появилось в последних версиях. Соответственно, мы можем здесь распараллелить наши джобы и, соответственно, Build выполнять на разных раннерах. Допустим, под ARM собирать на соответствующем железе, под x86 собирать на своем железе. И в результате у нас получаются два разных образа одноплатформенных. И в конце мы объединяем их с помощью отдельной команды докер-манифест в единый манифест и получаем такой мультиплатформенный образ. Здесь тоже примерно те же самые минусы. Соответственно, нам нужен привилегированный режим. Минусы, которые для нас были релевантны – это мы используем канико, и нам нужно все CI свои переписать с него. Это для нас не очень удобно было. И поэтому мы использовали вот третий вариант – это использование канико совместно с такой тулзой – манифест-тул называется. Соответственно, тут суть та же самая, как и в предыдущий раз. Но нам не нужен никакой докер-демон. Нам, в принципе, не нужен докер. Мы собираем образа с помощью канико, получаем два разных образа под разные платформы, и потом с помощью манифест-тул мы объединяем их в единый манифест и получаем мультиплатформенный образ, который уже потом можем запускать на наших серверах. Для нас здесь сплошные плюсы. Единственный минус – это добавление джоб в CI. Небольшое такое усложнение. Но в целом у нас разработчики сами умеют писать CI для себя, мы их этому обучаем, готовим для них шаблоны, и для них это не составило труда – занести в свои пайплайн дополнительные джобы, и в результате получают такие мультиплатформенные образа. Также пару слов о том, как мы собираем свои базовые образа. То есть для того, чтобы вам собирать свои сервисы, в каких-то крупных проектах, как правило, используют свой набор базовых образов. Для чего это делается? Чтобы туда поставить уже свои какие-то служебные зависимости, чтобы свой набор пакетов использовать там внутри. Мы это тоже делаем. У нас есть специальные репозитории, где все эти образа собираются. Примерно вот такая структура у данного репозитории. То есть у нас есть код самого докер-образа и специальный файлик вот примерно такого вида с параметрами для данного образа, где мы описываем, из какого докер-файла собрать, какие теги на этот образ навесить, алиасы различные и так далее. И потом с помощью специальной автоматизации скриптов обрабатывается весь этот репозиторий в CI и выстраивается иерархия вот примерно такая. То есть для чего это нам нужно? Мы, допустим, у нас есть какой-то самый базовый образ с операционной системой, и на основе него собираются уже другие образа там с питоном, допустим, различных версий, с нодой, там еще с чем-то. И для того, чтобы не пересобирать каждый образ по отдельности, у нас они собираются по цепочке. То есть мы, допустим, в какой-то базовый внесли изменения, скрипт отслеживает, какие образа от него дальше наследуются, и они пересобираются. Допустим, мы в CI можем отследить изменения, то есть какой образ от какого унаследован. Таким образом, нам не нужно до наших сервисов уже конечных каждый раз это апдейтить. У нас разработчики получают свежий набор обновлений таким образом. Данный репозиторий нам пришлось доработать для поддержки мультиплатформенности, и мы добавили вот такой вот параметр platforms. В нем мы указываем как раз-таки набор платформ, под который будет собираться данный образ, и еще там различную кастомизацию, если она нужна. В результате что у нас получилось? У нас каждая джаба для сборки образа, она дублируется, и в результате та же самая логика, то есть у нас в результате образуется один образ, он мультиплатформенный, и разработчики в своих CI, в своих докер-файлах для своих сервисов, им не нужно думать от какого образа наследоваться, они просто наследуются всегда от одного и того же, и знают, что он мультиплатформенный, и запустится уже на любом железе. Также у нас предусмотрена автоматическая генерация документации для данных образов, и вот чтобы как-то отличать образа друг от друга, мы добавили специальное поле, допустим, в данном случае все образа одноплатформенные, если бы они были мультиплатформен, то там, соответственно, два поля было бы, AMD64 и ARM64. И что нужно было нашим разработчикам сделать для того, чтобы свой сервис сделать мультиплатформен? Им нужно было вот, то есть у них раньше было примерно вот так, сейчас у них примерно вот так выглядит, то есть они добавляют две дополнительные джабы, одна полностью идентична как бы тому, что у них было, просто на другом раннере это запускают, и еще вторую джабу добавляют, чтобы все это собрать в единый манифест и получить мультиплатформенный образ. С чем мы еще столкнулись, вот учитывая нашу специфику? Не все пакеты под CentOS, я как говорил, у нас CentOS 7 используется, не все пакеты есть под ARM64 архитектуру, то есть CentOS 7, она уже достаточно старенькая, и в тот момент не все еще думали о кроссплатформенности, и некоторые пакеты нам приходилось самостоятельно пересобирать. Вот, например, в нескольких местах у нас вообще был CentOS 7.6 версии, и такой версии вообще нет, там на Docker Hub в базовых образах нам приходилось ее собирать из исходников, из Scratch, и делать свой такой базовый образ уже из исходников. Ну и, конечно же, не все корректно сразу взлетает на ARM, даже если вы что-то видите, что Open Source говорит, оно работает под ARM, вы его запускаете, оно не функционирует. Такое тоже бывало, тут либо апдейт какой-то поможет, либо просто кривой билд. Например, мы столкнулись с тем, что нода, по-моему, 12-й версии, она вообще не завелась на ARM, хотя, как бы, официально пакет есть, и разработчики все об этом знают, все пишут об этом, но никто решать не хочет. Вот, такие кейсы тоже есть. Вот, тут выручает только апдейт какой-то, либо самостоятельное решение проблем. Вот, ну и, соответственно, мы сталкиваемся с тем, что, поскольку все жили в парадигме одной платформы, все привыкли там хардкодить, урлы различные, там, бинари в своих докер-файлах, нам пришлось все это валидировать, там, где-то переписывать, где-то адаптировать, внутреннюю автоматизацию переписывать для этого. Вот, про это тоже нужно помнить, если вы, как бы, хотите это заложить сразу. Ну, и, соответственно, какие выводы? Закладывайте все эти параметры в CI. Не нужно ничего хардкодить. Если вы используете образа с докер-хаба, то лучше использовать мультиплатформенные и образа от официальных вендоров. И используя различные инструменты, выбор есть, то есть не все сводится к докеру, можно различные open-source тулзы использовать. Ну, и последний пункт – это деплой, собственно, железа. Вот мы все это пересобрали, весь наш огромный зоопарк, и теперь нам нужно это все задеплоить. И тут, опять же, перед нами встают проблемы. Например, у нас используется тарантул в некоторых частях инфраструктуры. Его пришлось апдейтить, потому что старые версии, опять же, не поддерживают. У нас там команда разработчиков сервиса, она сидела там несколько дней и все это адаптировала под новую версию. Опять же, внутренние тулзы, вся автоматизация, она вообще как бы подарм не предназначен, никто об этом не думал, это тоже пришлось переписывать. Вот. ЦЭФ обновили на несколько релизов вперед, потому что там тоже какая-то древняя версия была. Вот. И, в общем, какие результаты мы из этого всего получили, и чем, как бы, какой посыл данного доклада. То есть мы успешно запустили VK Cloud на армии. Мы проверили, что эта гипотеза работает, что мы в целом сможем запуститься на нем. И заодно мы адаптировали наш CI под мультиплатформенность. Мы научили наших разработчиков работать с разными платформами. Ну и по пути обновили кучу всякого легоси. Инсталлятор нашего приватного облака адаптировали для работы с ARM платформой. Ну и в целом, как бы, кучу опыта для себя получили, что не нужно зацикливаться на одной платформе. Опыт текущего года, он показывает, что не все так в IT-бизнесе, оно такое устойчивое. И я думаю, в будущем ARM будет в российских облаках, в том числе, развиваться активно. И у нас не будут все сидеть на x86 железе, и будут различные платформы использовать. И в целом, я думаю, никто не будет вообще задумываться о том, на какой платформе они запускаются. Они просто будут запускать свое ПО, и оно будет такое кроссплатформенное все ПО. И выводы из всего сегодняшнего доклада, что ARM уверенно идет в массы, будет много постепенно переводиться оборудование на него, может быть, что-то еще новое изобретут. Не нужно бояться новых платформ, нужно их закладывать в свои CI, если вы пишете автоматизацию. Ну и для себя мы сделали вывод, что VK Cloud умеет работать на ARM, мы справились с этой задачей и получили много опыта. Все, на этом у меня я заканчиваю свой доклад. Отдельное спасибо всей нашей команде Development Automation и команде приватного нашего облака. У нас есть такая отдельная команда, которая занимается приватными инсталляциями, в частности Владиславу Камердинирову, который очень сильно нам помог со всей этой работой. Спасибо. Саша, спасибо большое. Супер. Вопросики у нас есть в зале? Есть куча. Настя, я опять вынужден тебя попросить. Побегать. Да-да-да, онлайн видим. Спасибо за доклад. Интересует, какой объем на текущий момент VK Облако работает на ARM? И какой процент систем боевых VK работает на ARM тоже? В VK Облаке в продакшене ARM пока нет. Это все как бы тестовые контура и такие эксперименты пока проводятся. Вот. Насчет других проектов VK я не скажу. Только про VK Cloud могу сказать. Спасибо за доклад. Скажите, а архитектуру RISC-V не рассматривали? Потому что, насколько я знаю, есть уже отечественный RISC-V без MMU, правда. Но все идет к тому, что у нас появится RISC-V с MMU отечественный. Спасибо. К сожалению, нет. У нас не было цели российские проверить процессора. В целом для нас был вызов, что вообще на другой платформе запуститься, проверить, что OpenStack вообще функционирует на другой платформе и наши другие микросервисы. Поэтому пока до российских процессоров мы не добрались. В целом про RISC-V? А, я понял, да. Нет, нет. А что это была за железка просто, на которую все собирали? Ну, в данном случае нам для эксперимента Huawei предоставил несколько железок на своих процессорах, на ARM-архитектуре. Для эксперимента. То есть это не малинка была, да? Нет, нет. Это сервера с большой мощностью. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Приход с X86 на ARM. С какими проблемами безопасности вы могли столкнуться или столкнулись ли вообще? Да в целом там никаких особенностей нет. Все то же самое. Все тот же самый софт. Ну, то есть в рамках данного исследования мы не проводили какие-то особенности именно на аппаратном уровне безопасности. То есть тут была цель именно проверить, способны ли мы на нем запуститься. Вот. Вы достаточно много вначале говорили про преимущество ARM, но тестили ли вы его на конкретном вашей сборке? Насколько это стало лучше, энергоэффективнее и быстрее? Тут в целом таких тестов тоже не проводилось, потому что как бы в рамках данной задачи нам нужно было проверить, как вообще мы способны адаптировать свой CI или нет, способны ли, как сказать, научиться вот в этой парадигме работать, и конкретных тестов на производительность не проводилось. Спасибо большое за доклад. Много полезных технических особенностей. Но прекрасно понимаю то, что наука не терпит вопроса зачем. Главное вопрос – почему бы и нет. Но ради чего проводился этот эксперимент? ВКО «Облако» забирается запускать какой-то продукт вроде «Гособлака» или это просто сделано так, в долгосрочной перспективе? Это скорее в долгосрочной перспективе, потому что, ну, как практика показывает, что вот все западные облака уже такой мейнстрим выработался, как я показывал в начале, что все последовательно идут в эту историю. И российские облака тоже, в том числе наши конкуренты, они активно это исследуют. Вы можете это сами там в интернете почитать, как другие российские облака уже там пытаются запускать свои продукты. И мы тоже как бы стараемся идти в ногу со временем тоже исследовать эту тему. На практике у вас юнит-тесты проходили при кросс-компиляции на эмулярной среде или на продакшене уже тестировалось? Ну, юнит-тесты, они у нас, в принципе, в CI проводятся. Они, вот в данном случае, они проводились на обеих платформах. Вот, а уже там какие-то end-to-end тесты, они уже на ARM-архитектуре проводились тоже, в том числе. Спасибо. Так, у нас уже закончились вопросы в зале. Давай по онлайн позадаем. Еще есть вопросы, ну, давайте онлайн пока, да. Саш, все ли ARM-процессоры одинаковые, которые пускаются разными вендорами? В чем критическая разница? Ну, тут, как сказать, я, наверное, не силен вот в таком вопросе. Но, на самом деле, вендоров сейчас очень много. Вот, например, тот же самый Amazon, они свои процессора выпускают. И тут нужно смотреть уже по конкретным параметрам, по конкретному сервису, какой процессор вам больше подходит. Потому что выбор, на самом деле, огромный. Это вот не как в мире x86, когда у вас есть Intel и AMD и все. А здесь очень много вендоров. Там есть и западные, и китайские, и в том числе российские сейчас появляются. Тут нужно под конкретный софт проверять, что вам больше подходит. Я уже, наверное, от себя продолжу вопрос. Есть какие-нибудь публикуемые параметры по CPU, в котором можно выбрать ARM себе? Ну, то есть, на что мне целиться, не знаю. Я вот хочу x86 убрать из своего продакшена. Ну, в принципе, те же самые параметры, которые вы для x86 используете. И там кэш, там что еще, там гигагерца и так далее, там тепловыделение. В первую очередь, это вот они выигрывают за счет того, что затраты на поглощение теплоэнергии, они у вас сокращаются. Вот, и нужно вот на это в первую очередь обращать внимание. То есть, если они будут, вам придется меньше их охлаждать, то, соответственно, вы сразу почувствуете выгоду для себя. Спасибо. Твоя виденье будущего. 86-е ARM процессоры будут существовать и развиваться одновременно? На самом деле, если вот углубиться в тему современных архитектур, то никто уже из разработчиков, из вендоров современных, они не используют чистый, допустим, там чистый ARM или чистый x86. У всех есть верхнеуровневая архитектура и есть микроархитектура. И, допустим, вот тот же самый Intel и AMD, они давно уже пришли к этому, что они продолжают x86 поддерживать, но по факту у них под капотом этих x86 процессоров стоят плюс-минус те же самые ARM, то есть риск. И происходит такая конвертация, и внутри выполняется риск команды. То есть на вход приходит циск команды, они потом разбиваются на несколько команд и выполняются там на микропроцессорах. То есть вот эти там 8 ядер или сколько там сейчас рисуют, они по факту вот эти там армы под капотом работают. Спасибо. Так, этот вопрос уже задавали. Лайк за Ридос и лайк за другие отечественные апельсионки. Да, мы их поддерживаем. Мы их поддерживаем. Да. Итак, следующий вопрос. Как рассчитать потерю мощности процессора при использовании эмулятора? Есть ли какие-то правила и способы? Ну, как математически это рассчитать, это, наверное, сложно сказать. Но в целом, как бы тут только на практике собирать конкретные пакеты и смотреть, какую разницу вы получите профит. Ну, то есть явно, что на конечном железе у вас будет аппаратное ускорение и явно вы будете выигрывать в производительности. Есть ли критические различия в тестировании сборок под ARM и под x86? Еще раз, можно? Есть ли критические различия в тестировании сборок под ARM и под 86-й? Да в целом нет. Если вы хотите какие-то базовые кейсы проверять, то есть если у вас юнит-тесты разработчики написали, и они у вас под x86 архитектуры работают, то в целом вы их без каких-либо изменений можете точно так же под ARM запускать, и они точно так же в CI у вас будут работать. То есть, как я говорил, весь софт, open source, если вы используете Postgres или еще что-то, он в принципе будет работать. Если вы не используете что-то такое специфичное, которое для данной платформы предназначено, то есть какие-то узкие такие инструкции, если вы не используете, если вы не пишете там гипервизоры свои или еще что-то такое. То есть именно архитектурные вещи какие-то, то если вы не разрабатываете, то в целом у вас проблем не будет никаких. Как происходит обновление релиза сборок конкретно в Докере? Насколько я понимаю, это вопрос про то, что у нас есть куча клиентских сборок, и как происходит обновление, если пересобирается что-то базовое? Это к нашему кейсу, да? Ну, у нас вот пересобирается весь набор базовых образов, допустим, для того, чтобы им доставить последние security апдейты или еще что-то, у разработчиков у них есть фиксированный тег. Допустим, им там нужен CentOS 7.9, вот они всегда на нем живут. И вот этот CentOS 7.9, они используют всегда его, и они просто периодически получают его более свежую версию и за счет своих тестов проверяют. То есть сначала базовый образ тестируется, потом они проверяют уже свой сервис на этом образе. И за счет этого им не нужно всегда следить за обновлениями базовых образов. Они зафиксировались на какую-то конкретную версию и используют ее. А как быть с теми, собственно, образами, которые уже сбиложены? То есть как-то триггерится пересборка их? Ну, я говорил, что у нас теги, они как бы есть фиксированные теги, допустим, которые коммиту соответствуют, или какой-то более узкой патч-версии, допустим, какого-то приложения. А есть более такие широкие теги, которые просто периодически обновляются и как переезжают с одного пакета на другой. И ты, используя этот тег, допустим, там, я не знаю, что, нод 12, который на базе CentOS собран, то ты всегда его как бы так же и получаешь. Получаешь ноду 12, просто с последними там security-аддейтами. В случае обнаружения краха после обновлений, как происходит откат? Ну, тут, наверное, карму не очень это специфично. Вот тут, в принципе, те же самые методики. Тут все зависит от того, куда вы деплоитесь. Если вы деплоитесь в куб, то, соответственно, у нас есть механизмы для отката этого релиза из куба. Если деплоится на железо, то, соответственно, есть такие же механизмы для отката этого пакета с железа. То есть там запускается другая джаба, которая откатывает этот пакет. Если этот откат возможен. Если невозможен, то уже там происходит какое-то ручное вмешательство. Тут уже все зависит от конкретного сервиса. И даже в рамках одного и того же сервиса могут быть нюансы. Допустим, какая-то мажорная версия приехала, она там структуру базы меняет. И не всегда откат, он такой вот гладкий может быть. — Спасибо. В чем же выгода перехода на арм для бизнеса? — Для бизнеса? Ну, мне кажется, вот в начале я уже подсветил, что если посмотреть на статистику, по которой компании отчитываются, то где-то 40% они экономят, получая ту же самую производительность для своих клиентов. То есть для бизнеса, я думаю, в этом очень большая выгода. 40% хорошая цифра. — Очень. Как насчет стабильности работы армпроцессоров? — Тут, конечно, сложно сказать, потому что индустрия пока движется в эту сторону, и опыт еще не богатый. Но, опять же, опыт более взрослых облаков показывает, что в целом все работает, все стабильно, и они все больше и больше это внедряют у себя. И я думаю, это хороший вектор для всех нас. — Приходилось ли иметь дело с ассемблером? Сарво-специфичен, насколько я понимаю. — Конкретно мне нет. То есть, насколько я знаю, сейчас на ассемблере вообще мало кто пишет, а если и пишут, то это очень специфичные такие области. Поэтому разработчики современные, они не думают, что там происходит на ассемблере, если только какой-то там софт пишут, который непосредственно с железом напрямую работает. — И последний вопрос у нас из онлайна. Какие приросты КБД получили? — Производительность энергозатраты, тепловыделение, размеры железа, место в ДЦ? — Так, ну тут уже был аналогичный вопрос. То, что в рамках данного исследования не проводились приросты КБД. В целом была история про то, как пересобрать, как организовать сборку и как вообще в большом проекте выстроить эту автоматизацию для сборки. — У нас еще был вопросик, даже два. — Можно вот такой вот личный вопрос с точки зрения автоматизации? Что больше всего возбудорожило ваш ум? Что запомнилось, что забесило, например? И есть ли какие-то, я не знаю, пожелания в сторону улучшения этого процесса? Или просто все прошло гладенько, все хорошо? — Что еще типа дальше можно улучшить в этом во всем? — Ну вот вы любите автоматизировать всякие процессы рутинные. Ну, там, собственно, вейплайн тоже был интересный, ну, лично для меня. И да, какие у вас есть пожелания куда-то двинуться? Или что запомнилось, что вот прям забесило автоматизировать, например? — Ну, в целом, как бы, вот эту историю мы дальше планируем развивать. То есть пока вот нам не очень нравится то, что вот есть эта история с дублированием джоб, но поскольку мы используем GitLab, пока это как-то сложно представить, как можно этого избежать. вот, а вообще хотелось бы прийти к тому, чтобы разработчик там у себя пару параметров объявлял в своем репозитории, писал универсальный докер-файл и в результате как бы получал мультиплатформенный образ без дублирования вот этого всего. Но учитывая нашу специфику, вот там требования по безопасности, мы пока не можем к этому прийти. Вот, и вот это как бы следующий вызов такой. Плюс, надеюсь, мы когда-то придем до продакшена с этими решениями. В целом была бы история прикольная, вот попробовать там кластера, такие кубовые, в которых разные ноды на разной платформе могут работать. Вот, и ты, получается, собираешь такой мультиплатформенный образ, и он у тебя залетает там на любую ноду, и ты в целом как бы к конкретному железу не привязан. Вот, вот это такие истории, которые хотел бы дальше попробовать. Спасибо. У меня простой вопрос. Где быстрее происходит компиляция? Нативная или кросс-компиляция? Ну, нативная, это вы... Она же тоже может быть либо эмуляция за счет эмулятора, либо железо. Ну, у вас же было железо. Да, да, да. На нем компилировали? Ну, да, конечно. Ну, и где быстрее будет? Кросс-компиляция на x86 или на ARM? Ну, в зависимости от пакета, но, конечно, на конечном железе, если у вас железо данной платформы, то на нем, конечно, быстрее будет. Там же аппаратное ускорение будет работать. У меня обратный кейс просто. Да? В начале 2000-х мы баловались тоже с кросс-компиляцией, и у нас был процессор V-Leaf, как раз трансмета, где Linus Toliverts работает сейчас. Повезло нам с таким ноутбуком повозиться. На нем дженту ставили, и прям он очень медленно компилировал. Ну, в то время прям x86 рвал очень сильно. Простой Pentium 4 нам просто... И под i386 компилировал, ну, понятное дело, гораздо быстрее, и под этот V-Leaf, и с ребятами общался, они и под Spark собирали софт. И тоже на x86 было гораздо быстрее. Они прям матерились, как Spark, милен, и все собирается. Ну, вот мы прям вот реальные кейсы засекали. Мы там несколько образов у нас собираются из исходников. Я не помню, что там... Какие-то стандартные линуксовые библиотеки из исходников пересобирались, и мы вот образ... А, по-моему, Канику мы патчили, и в Канику еще дополнительные тулзы линуксовые в образ добавляли. У нас этот образ собирался вот на эмуляторе за 4 часа, наверное. Нет, ну эмулятор, понятное дело, дольше, да. Именно что... Ну, кросс-компиляция, она просто не всегда может помочь. Некоторые пакеты там, допустим, они просто не поддерживают. Допустим, у вас какой-нибудь питоновский там докер-образ, и он там под капотом, когда вы ставите питон-пакет, он может еще какую-то сборку там делать, что-то еще. И вот, и не факт, что это за счет кросс-компиляции все реализуемо. То есть не все пакеты, они такие универсальные, что под кросс-компилятор подойдут. Ну, да, просто ведь, если смотреть дальше в будущее, да, то есть ARM берут маломощные ядра, которые недорогие, да, запускают какие-нибудь сервисы. Вот. А собирать это, постоянно тестировать на этих же слабых процессорах будет невомерно долго. То есть может быть, разработчикам, чтобы двигаться в этом направлении, что надо на x86 кросс-компиляцию быстро выполнять, и потом уже начинать. Ну, тут все зависит от стека, на котором вы работаете. Да, да. Допустим, на Гошке там удобно этот, ты там в качестве параметра передаешь, и у тебя все получается. Какие-то другие, вот, допустим, там, с питоновскими, с докер-образами, в которых там все намешано, в кучу, там это вот сложнее будет. Ну, надо будет про это в будущем думать. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, спасибо Саше. Саша, лучший вопрос, лучший вопрос, и лучший единорог, последний кому-то должен уйти. Так, ну, мне вот понравился вопрос от молодого человека. Вот как раз-таки он еще свой опыт рассказал о том, что работал с армом, и такие моменты подсветил, с которым мы не сталкивались на самом деле. У тебя был вопрос. Друзья, спасибо большое, что вы к нам пришли, разделились с нами сегодня этот вечер. Мы вам очень рады, мы вас всегда ждем в гости. Приходите к нам в ВК. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok